Но пока судьбу Сирии пытаются решить всем миром в Швейцарии, в самой Арабской Республике продолжаются бои. Правительственные войска противостоят многочисленным бандформированиям, которые уже не прикрываются целями революции, а открыто чинят разбой, убийства, нападают на христиан и уничтожают святыни. Многие сирийцы были вынуждены взяться за оружие и перейти в ополчение. Репортаж нашего специального корреспондента в Сирии Евгения Подумного. До начала войны в Сирии эта дорога – один из самых популярных туристических маршрутов страны. Горный серпантин ведет к Сейднайскому монастырю Херувима, в старейшей православной обители. Теперь это один из самых небезопасных маршрутов в столичной провинции Сирии. Боевики контролируют несколько ключевых населенных пунктов недалеко от христианского города Сейднайя. Ночью они скрытно передвигаются, готовятся, нападают днем. Интервал между автомобилями в нашей колонии 50 метров. Военные опасаются атаки исламистов по дороге в христианскую Сейднайю. Вершина, а здесь и статуя Христа, ее установили совсем недавно по инициативе русской православной церкви и обитель. Это цель и раздражитель для членов террористической группировки фронт Аль-Нусра. Этот монастырь боевики пытались взять уже четыре раза, для того, чтобы завладеть стратегической высотой и выдвинуться на Сейднай. Но все попытки оказались безуспешными. Здесь находятся как часть регулярной сирийской армии, так и ополченцы, которые добровольно пришли для того, чтобы защищать святыню. Рами до войны заядл охотник. Теперь доброволец, который крайне метко стреляет. Как и многие здесь, пошел в ополчение после нападения боевиков на христианскую Маалулу. Говорит, теперь готов воевать до тех пор, пока в Сирии не закончится кризис. Понимаете, мы здесь всю жизнь живем рядом со святыми местами. Это наши монастыри, и мы их никому не отдадим. Если меня убьют здесь, то на мое место встанет мой брат. Если убьют и его, то наш двоюродный брат придет сюда. Цель боевиков, убить или заставить уйти всех местных христиан. Но я готов защищать не только христиан, всех жителей Сирии. Все монастыри и мечети. В ходе попыток захватить высоту монастырь, боевики уже потеряли более ста человек. Об этом говорят военные. Тела убитых у стен обители. Их могут обменять на заложников, которых удерживают исламисты. Этот местный житель тоже ополченец. Взял оружие в руки после того, как похитили его братьев. Оставили записку с требованиями принять ислам и присоединиться к отрядам оппозиции или просто бежать из Сирии. Я надеюсь, что моих родственников освободят военные. Я не верю, что боевики их отпустят. Да, я слышал, в Европе сейчас идут мирные переговоры, и там будут обсуждать вопросы об обмене пленными. Хотя мне кажется, что террористам все равно, о чем договорятся политики на этих переговорах. Они же бандиты. Настоятель монастыря Херувимов, отец Нектариус, надеется, что будут освобождены монахини из православной обители Маалули. Их похитили не так давно. При этом сам покидать монастырь настоятель не собирается, даже если будут убиты все защитники святыни. Я монах и посвятил свою жизнь Богу, поэтому не должен бояться смерти, я ее и не боюсь. Опасаюсь я за эти святыни, за монастырь. Он был построен в VI веке, и не варваром его осквернять и уничтожать. Они же разграбили монастыри в Маауле, и понятно, что они сделают здесь, если войдут сюда. При этом военные утверждают, ситуация здесь хоть и медленно, но улучшается. Подразделениям правительственных сил удается не только отбивать атаки исламистов. Линия фронта сдвигается ближе к ливанской границе. Хотя боевики по-прежнему получают боеприпасы и пополнение из соседнего государства. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести из Сиднаи, Сирия. Продолжение следует...